Мы независимые православные блогеры, семьеведы-любители, и мы считаем, что преподавание семьеведения в школе – это очень плохая идея. Мы семья, и мы блогеры, мы послушали чьи-то умные мысли, или наоборот, чьи-то кринш и бред на тему семейной жизни. Нам-то интересно, потому что мы семья. Нам это полезно, как инфоповод, потому что мы блогеры. А школьникам и учителям зачем это всё? Ну, предположим, на уроке расскажут о том, что в семье должны быть мама и папа, трое детей. А какая польза от этого будет единственному ребёнку-матери-одиночке? Только публичное унижение. Лишний повод для училки сказать, что вы все балбесы, потому что у вас неправильные семьи. А ученикам в ответ повод сказать училке, что на себя. Посмотрите, сама из неправильной семьи, и у вас тоже семья неправильная, и личная жизнь неправильная. И поэтому вас, кроме как в школу, никуда на нормальное место работы с нормальной зарплатой не взяли. То есть все рассказы на тему, как надо жить семейной жизнью, это лишний повод для конфликтов, которых и без того в школе хватает. И знания на тему, как правильно жить семейной жизнью, абсолютно бесполезны. И теоретически, и практически. Потому что даже когда эти ученики вырастут, то каждый будет уникальным человеком. И личные отношения с другими людьми тоже будут уникальными. Вот у меня такое ощущение, что где-то наверху высокопоставленному бюрократу донесли, что в стране все плохо, семьи распадаются, дети не рождаются, и надо что-то с этим делать. А у бюрократа в голове механическая вычислительная машина. И она перебрала стандартные варианты реакции из серии, что-то запретить и чему-то начать учить в школе. И дальше по бюрократической цепочке, сверху вниз, это дошло до конкретных школ. И все офигели. А в школе педагогический коллектив пусть сам решает, как поступить в этой ситуации. Ему же не впервой получать глупые и взаимопротиворечивые требования от вышестоящих бюрократов. Чисто теоретически, на семьеведении можно было бы рассказать о семейной жизни русских писателей. Только это и так на литературе проходят. А прикол в том, что по семейной жизни замечательных людей нельзя сделать выводы о том, как правильно жить в семейной жизни. Потому что кто-то из многодетной семьи, кто-то единственный ребенок в семье, кто-то воспитывался без отца, кто-то без матери, у кого-то полный комплект бабушек и дедушек, вообще здесь счастливая семья, многодетная, скрепная. А результат один – успешный успех. Раз биографию этого человека изучают в школе. Семьеведение уместно было бы изучать в институте, на специальностях, связанных с педагогикой и психологией. Но там, наверное, и так это изучают. А в школе уместно было бы на разговорах о важном, которые, когда я учился в школе, назывались «классный час», «политая информация», делать доклады на тему, связанную с семьей. Например, президент приказал рожать, поэтому нельзя говорить, что не хочу детей. Президента же мы все любим. Иначе будут проблемы. А надо на публике всегда говорить, хочу быть многодетной матью, хочу быть многодетным отцом. Ну, никто же реально не заставит рожать. Никто же за ошейник на случку не тянет, как собаку. Никто же на искусственное осеменение не гонит, как коров. Но говорить надо поликорректно, чтобы не получить неприятности. А что на самом деле думаешь? Хоть про семью, хоть про бюрократов, хоть про президента, хоть про страну, где живешь. Всем пофиг. Но чтобы не было конфликтов с чиновниками, надо говорить не то, что думаешь, а то, как надо говорить. И школа должна учить говорить правильно. И политкорректно. Потому что это важный навык, который поможет не быть увольным с работы, не быть выгнанным из института, и не сесть в тюрьму. И в СССР это все прекрасно знали, все это понимали, все это выполняли, и все прекрасно знали, что одни слова для кухон, а другие для улиц. И пофиг. Но, а мы желаем тем, кто учит и кто учится, приспособиться к любым требованиям бюрократов, так как это окружающая среда, которой наши предки приспосабливались с каменного века. Семьеведение в школе – это действие правительства. По-научному это называется форс-мажор – обстоятельство непреодолимой силы. Каждый, кто связан со школой, с этим должен смириться. Как с плохой погодой, с наводнением, пожаром, землетрясением, чтобы не только получить от этого минимальный вред, но и получить пользу. Например, задвинуть школу огромным пыльным пуфиком и учиться по образовательному и научно-популярному контенту, которого полно в соцсетях. А можно вообще не учиться. А учителям можно вообще рожать каждый год по ребеночку и не выходить из отпуска по беременности и уходу, чтобы получать зарплату и меньше контактировать с токсичным школьным коллективом. Я это вам не говорила. А еще можно использовать семьеведение, чтобы делать домашнее задание по более важным предметам, которые будут на экзамене. Или просто всем классом вместе с учителем просто оттянуться и дико поржать над учебным пособием и материалами по семьеведению. А правительству можно вообще все школы закрыть под предлогом безопасности, чтобы какой-нибудь псих с ружьем не пришел или чтобы дрон с бомбой не залетел. Все равно там все плохо. Но я это вам тоже не говорю. Это мы вам это не говорили. Да, мы вам это не говорили. И пофиг. Нам пофиг. Да. Мы уже свое отучились.